Всем привет, дорогие девочки, дорогие мои зрительницы! Сегодня так на ходу, на кухне, решил записать видео, собираюсь на работу, и вот пришло в голову, что называется. Я сегодня расскажу вам историю не мою, сразу скажу, что не мою, а одной моей знакомой, довольно хорошей, близкой знакомой. Мы не то, что очень близкие подруги, но мы довольно хорошо знакомы, общаемся, в общем, довольно давно знакомы. Она где-то моего возраста, ей за 50, точнее 55, за 50, ну, в общем, полпути к 60, но неважно, вы поняли. Несколько лет назад она развелась со своим мужем, с которым прожила очень много лет, и у нее двое детей, выросших, взрослых, у нее даже уже есть внучка, от старшей дочери. Дети очень успешные, выросли, выучились, прекрасно устроены, работают, у них свои семьи, в общем, все прекрасно и замечательно в этом плане. С мужем она прожила много-много лет, не помню сколько, но неважно. Муж, мужа я знала мало, потому что когда-то мы встречались, всегда мы встречались как-то с ней. Муж как-то редко присутствовал при наших встречах, но за те несколько раз, что я его видела, я сложила себе, так скажем, впечатление об этом человеке, что он человек достаточно такой нервный, неуравновешенный, какой-то вспыльчивый, очень такой, знаете, ну немножко неадекватный, да, вы понимаете, о чем я говорю. И, в общем, не произвела на меня хорошее впечатление, а она, зовут ее Нина, Нина очень спокойная, очень такая рассудительная, очень приятная женщина, и, в общем, они вдвоем создавали такой диссонанс, просто такой диссонанс, знаете, я всегда смотрела на них и думала, боже мой, как они прожили столько лет, это удивительно, как они столько лет продержались, живут вместе, и вот, в конце концов, они таки развелись, что не было для меня сюрпризом, потому что, глядя на него, ну как-то не создавалось у меня впечатление, что она с ним уже жить счастливой, и, в общем, что все у них хорошо в семье. Развелись они, когда им уже обоим было за 50, и это не явилось преградой для развода, потому что очень многие говорят, что вот после 50 какой же развод, уже дело к пенсии, дело к старости, уже надо доживать, так сказать, с тем, с кем ты находишься сейчас, и что уже тут не до разводов, плюс еще очень много, большой, так скажем, проблемой является материальная составляющая развода, потому что вдвоем все-таки легче жить, но дело в том, что они оба хорошо устроены, муж и она, она зарабатывала сама, обеспечивала себя довольно хорошо, и, в общем, так сказать, материальных проблем при разводе не потерпел ни он, ни она, потому что дети выросли, ему не надо было платить ей алименты, они зарабатывали примерно одинаково, то есть в такой ситуации они развелись, как в море корабли разошлись, ну, вернее, не совсем, но, тем не менее, при этом, что я имею в виду не совсем, после развода у него случился нервный кризис, как я уже сказала, он был такой человек не очень равновешен, а не очень спокойный, то есть, опять же, я не удивилась, у него случился такой нервный срыв, он даже загремел в какую-то неврологическую больницу, в общем, сел на какие-то таблетки, у него началась депрессия, и, в общем, все вот это вот. Почему? Потому что, видимо, в этой паре для него, как бы, наличие супруги, которую можно, которая есть рядом, с которой можно, там, поговорить, или которая всегда приготовит, подаст, кстати, должна сказать, что готовит она великолепно, просто шикарно, она такой прекрасный повар, что, в общем, я могу бы понять, почему с ним случился нервный кризис, после того, что вот такой вот замечательный повар, как бы, ушел из его дома. Да, так вот, он перенес развод довольно сложно, довольно тяжело, она перенесла развод очень легко, очень радостно, по-моему, она была счастлива, что она освободилась от этого мужика, который, в общем, был просто уже какой-то обузой для нее, и они продали дом, он купил квартиру, она купила квартиру, да, он там, Торонто, и живет себе припеваючи, про него я уже мало что знаю, потому что, насколько я знаю, он попал в больницу, загремел, потом, в общем, вышел, вроде бы, как все более-менее ничего, но, во всяком случае, больше я же с ним не общаюсь, я общаюсь с ней. А она живет припеваючи, счастлива, абсолютно довольна своей жизнью, очень довольна, что она развелась со своим мужем, и вот эту вот, как бы, присказку, что после 50 развод это такое гиблое дело, не стоит этого делать и так далее, ну, в общем, как-то совсем, глядя на нее, я бы не сказала, что это, в общем, дело плохое, а то я бы сказала, что она расцвела после развода. И, естественно, мы все подруги, как старые сводни, начали пытаться найти и пару. Ну, как же, ну, вот что же она, женщина, одна живет, так нельзя, надо ей кого-то найти, надо ей найти мужа, мужчину, бойфренда, друга, мужа, не мужа, но, во всяком случае, какого-то мужчину, чтобы она была при мужчине. Вот эта вот наша, знаете, привычка того, что женщина должна быть при мужчине, она тут, как бы, сыграла с нами злую шутку, и мы изо всех сил стали пытаться подыскивать ей жениха, в кавычках. Заключалось это в том, что, то есть мы так явно не знакомили ее, но, вот, допустим, мы приглашали ее к кому-то в гости, приглашали в гости этого мужчину, смотрели там, какая у них химия образовалась, не образовалась. И надо сказать, что она, женщина, очень хорошо сохранившаяся в своем возрасте, она подтянутая, она стройная, она очень ухоженная, она хорошо выглядит. Довольно, ну, как сказать, знаете, вот, не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли, она не броская женщина, она очень мало пользуется косметикой, она очень скромно, очень спокойно, так скажем, одевается, всегда очень такие бежево-серо-бело-черные тона. Вы знаете, что я вам хочу сказать, что мужчинам это, кстати, очень нравится и импонирует. Вот после того, как мы пытались ее ознакомить с разными парнями, и мы потом спрашивали, ну как она тебе понравилась, Нина, да-да, очень всем нравилась Нина, именно тем, что она очень мало пользовалась косметикой, была очень натурально, натурально выглядела, причем натурально она выглядела хорошо, что она не броско одевается, что она не ходит в каких-то там декольте и в каких-то перьях. Вот, кстати, я это дело люблю, а вот, видите, мужчинам больше импонируют женщины, такие одевающиеся очень скромно, не броско, не ярко, вот, ну, не знаю, или такие мужчины попадались нам, с которыми мы знакомили эту Нину. Ну, во всяком случае, она всегда всем нравилась, а на вопрос наш к ней, понравился ли тебе вот этот парень, и как ты к нему относишься, и она всегда говорила, ну, ничего, конечно, ну, как-то так. В общем, короче, после нескольких знакомств мы поняли, что это дело не вызывает у нее большого энтузиазма, вот эти вот наши попытки познакомиться с кем-либо, и бросили это дело, и, в общем-то, она живет сама, одна, у нее никого нету, никакого мужчины, то, что с ней вместе не живет, у мужчины нету просто вообще вот в ее, так сказать, на горизонтах. Она ни с кем не встречается, она работает, у нее дети, как я уже сказала, взрослые, прекрасная внучка, которой она отдает все абсолютно в свое свободное время, она очень увлечена разными хобби, у нее их много, как я уже сказала, она очень хорошо готовится, она прекрасно печет, в общем, ну, она живет полной жизнью. Я не могу сказать, что это женщина, которая, вот знаете, вот развелась и ушла в себя, и, в общем, как-то поникла морально, и нет, нет, она занимается спортом, у нее есть машина, она ездит, путешествует прекрасно, у нее есть подруги, и на вопрос к ней, почему, как бы, ты не заводишь себе молодого человека, потому что, в принципе, для нее это не составляет проблема, она, как я уже сказала, мужчинам нравится. она ответила мне, зачем? Я прекрасно живу, у меня прекрасная жизнь, я живу, так сказать, полной грудью, я путешествую, я хожу по ресторанам, ну, не сейчас, конечно, когда это все было открыто, когда это было возможно, я могу сама себя обеспечить, мне не нужен мужчина, как, допустим, водитель, потому что я вожу машину, мне не нужен мужчина для того, чтобы меня содержать, если мне нужно дома что-то сделать и привить, во-первых, у меня есть сына, в ультарке я могу сплатить деньги и нанять кого-то для этого, то есть, как бы, вот, в бытовом, так сказать, плане мужчины ей совершенно не нужен, на что мы ее спросили, ну, а как же романтика, как же отношения, как же, вот, живой человек рядом, как же, вот, ну, вот эти бабочки в животе и так далее, она сказала, мне так спокойно и хорошо сейчас, мне ничего этого не нужно, я хочу пояснить свою позицию в этом вопросе, я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто вам рассказываю, вот, как оно есть, я не знаю, вот, так ли это у всех женщин или только вот у нашей знакомой, но вот, когда я с ней разговаривала, я столкнулась вот с такой вот позицией человека, который говорит, что мне совершенно все это не нужно, я живу прекрасной, спокойной жизнью, я наслаждаюсь жизнью, я наслаждаюсь собой, я наслаждаюсь своей внучкой, своими детьми, и мне совершенно не нужен для этого еще один человек, который даст мне какую-то радость, тепло и так далее, она говорит, я, у меня есть тепло и радость от моих родственников, от моей семьи, от моих детей, от моих подруг, я не испытываю какого-то неудобства от того, что я прихожу домой с работы и дома никого нет, она говорит, я наоборот испытываю удовольствие от того, что дома тихо, от того, что мне никто не доносит мозг, от того, что мне не надо ни за кем подбирать разбросанные вещи, стирать, готовить, подавать ужин, я ем тогда, когда я хочу, я хожу, куда я хочу, я делаю все, что я хочу, без того, что я должна кому-то давать отчет и говорить, что вот смотри, мне нужно пойти туда-то, мне нужно встретиться с подругами, не то, что просить разрешения, а просто говорить о том, что если вот я хочу холодный зимний день, ветреный, снежный, выйти на улицу прогуляться, мне никто не будет говорить, шерихнулась, зачем такую погоду, куда-то поперлась, в общем, как бы так, а вот я хочу, и я пошла, и вот такая ситуация, что вот ей действительно никто не нужен, она действительно живет прекрасно, причем она уже развелась года два или три назад, то есть уже прошло какое-то время, и не то, чтобы как бы вот это свежее, совсем свежее, она как бы отходит от развода, она не отходит от развода, она уже от него отошла, она живет прекрасно, ей все нравится, у нее все в жизни хорошо и прекрасно, и как бы вот ей не нужен мужчина сейчас, видимо, в физическом плане тоже, а в моральном плане, видимо, настолько вот у нее был брак, не то, что неудачный, а вот какой-то такой моральный, не очень удовлетворяющий ее, что избавившись от этого мужчины, она решила больше себе его не заводить, и так звучит, как будто бы это было, говорим о собаке или кошке, не заводить, скажем так, мужчину, который будет ей снова выносить мозги, все разбрасывать по дому, которого нужно кормить, аппетитировать, потому что как вы не хотите, все равно существует ситуация, даже если женщина работает, и даже если она зарабатывает и приносит достаточно денег, она все равно как бы в доме является хозяйкой, и все равно она должна стирать, она должна убирать, как бы не то, что должна, очень часто мужчина помогает в этом деле, но как бы основным, так сказать, провайдером, так скажем, домашнего уюта и услуг, является все равно женщина, как вы не хотите, хотя мы живем в 21 веке, но это то, что есть. Вот, вот такая ситуация, я хотела вам рассказать и поделиться с вами этой историей, я думаю, что, может быть, многим это будет интересно и занимательно, и любопытно, по причине того, что считается, что любая женщина хочет замуж в любом возрасте, независимо от того, в каком она находится, так сказать, финансовом и физическом, и ментальном состоянии, что женщина всегда хочет замуж, хочет замуж, это неправда, и не только не хочет замуж, она даже не хочет заводить никакого бойфренда, никакого мужчину, чтобы никто, так сказать, не мелькал у нее перед глазами, и даже мужчину, с которым она бы встречалась где-то на нейтральной территории, на его территории, тоже ей это все не нужно, потому что, по ее словам, ее жизнь прекрасна, замечательна и интересна, без того, чтобы ей нужен какой-то партнер в том, что в тех делах, которые она совершает, в тех путешествиях, в походах ресторана, она говорит, что я всегда могу это сделать с подругами, с своими детьми, ну вот так, такая вот ситуация, еще раз повторюсь, что я не выставляю, я могу ее понять, я понимаю, это ее точка зрения, я не говорю, что это плохо или хорошо, я не выставляю оценок, я просто вам рассказываю, и прошу вас поделиться со мной в комментариях, что вы думаете по этому поводу, вот вы считаете права, она не права, я понимаю, что каждый человек выбирает для себя что-то, что он, как бы образ его жизни, но я думаю, что у всех есть мнение на эту тему, и все зависит, конечно, от персональности человека, но вот, во всяком случае, такая история, очень буду рада, если вы мне напишите ваше мнение по этому поводу, и встретимся в комментариях, поделимся и обсудим, что вы думаете на эту тему, все, до следующих встреч, люблю тебя, пока-пока-бай!